Переходим к Bitrix24 CRM. Мы уже вам рассказывали о том, что продукт за три года стал достаточно функциональным. Иногда нам самим бывает достаточно удивительно, как быстро нам удалось и набрать функционал, и завоевать популярность и некоторое признание со стороны клиентов. 75 тысяч компаний в мире активно пользуются Bitrix24 CRM. Это большое число на самом деле. Мы упоминали уже об этом рейтинге, который американский PCMag включил наш продукт в десятку лучших. Это тоже удивительно. Сегодня мы представим ту часть, которую нам не удалось завершить к выпуску в предыдущем, и расскажем немного о планах. Мы анонсировали вам выпуск умных реквизитов. Давайте сейчас Юрий расскажет о том, как это работает. При создании новой сделки вы всегда заполняете те поля, которые требуются вам в реквизитах. Это было достаточно нудным занятием заполнить большое количество полей, особенно если это юридические лица, и требовалось различные дополнительные поля вводить. Теперь это можно делать через легкую форму. Достаточно указать только ННН. Вот мы нашли уже компанию. Все поля, которые требовались, заполнены автоматически. Заполнился адрес, КПО, ННН и так далее. То есть компания сохранена. В рамках одной компании могут присутствовать достаточно большое количество реквизитов, и кроме реквизитов организации можно добавлять реквизиты ваших расчетных счетов. Счетов тоже может быть достаточно много. Сейчас дооформится документ, и мы попробуем перейти к выставлению счета. Все, счет создан. Вызываем его на реактивирование. Видим, что реквизиты все передались. Можно выбрать, какой из счетов будет использоваться в рамках данного счета. Мы выбираем рублевый счет и сохраняем документ. Вызываем его на печать, и видим, что подставились рублевые реквизиты, и мы выставили счет клиенту. Я напомню, что этот проект делается с использованием данных ФНС. Мы получаем официальные данные. Вообще мы ожидали, что мы сможем получить данные быстрее. Но немного этот процесс затянулся. И договорной, и переговорный, и база оказалась 300 гигабайт. В итоге нам пришлось разработать отдельный сервис для обслуживания Bitrix24, который будет обновляться раз в квартал, и, соответственно, будет содержать все актуальные данные, которые можно и будут использоваться непосредственно в Bitrix24 CRM. Важный, востребованный функционал. Итак, умные реквизиты мы представили вам, и, наконец-то, мы выпускаем. Все теперь будет доступно в работе. Будут готовые шаблоны для различных стран. Если вы используете, например, казахстанский или украинский Bitrix24, вам будут автоматически подключены формы именно для этих стран. Появился новый, наверное, правильно его называть, робот, бот, который называется проверка контрагента, реквизиты контрагента. Это тоже мессенджер. Вам достаточно написать ему, например, ИНН, и он вам вернет все реквизиты по этой организации. Или по частному предприятию. Пока он будет достаточно простой, и он работает с нашим сервисом, но мы расширим этот функционал, чтобы вы могли искать по именам, по названиям компании, по фамилии. В общем, чтобы в режиме такого бота могли коммуницировать с системой проверки контрагентов. Интересный вариант. Нам кажется, что он может понравиться пользователям, наверное, в силу своей простоты коммуникации. Отдельно хотел бы отметить, что телефония для CRM стала очень важной составляющей. И в этом месяце побит рекорд по количеству звонков, которые были выполнены. Мы слышали у вас о тех нареканиях, которые поступали на качество работы, на надежность телефонии. Вообще очень критический и очень важный сервис. Мы проделали большую работу, и три недели назад выпустили обновление, которое значительным образом улучшило качество и надежность работы телефонии. За последние две недели после выпуска, когда это обновление поступило ко всем, у нас не поступило в техподдержку ни одной жалобы, которая бы касалась недоступности сервиса. Наверное, самая сегодня существенная часть, с которой сталкиваются клиенты, это либо качество работы Wi-Fi, либо качество работы провайдеров, те или иные задержки, которые бывают, что мешают, но мы тоже ведем определенную работу для того, чтобы уменьшить, еще больше уменьшить требования каналам. То есть фактически мы будем поддерживать даже Edge в качестве минимального требования для качественной работы телефонии. Так, ну, мы посчитали, что нужно немного анонсировать то, что мы предполагаем выпустить по Bitrix24, по CRM. Очень много вопросов по этой части поступает, и так как мы не сможем вам рассказать все детально, но на некоторых принципиальных концептах мы бы хотели остановиться, чтобы вы понимали, куда мы развиваем вообще весь продукт. Итак, не буду детально сейчас перечислять, на основных моментах остановимся. Мультиканальные коммуникации CRM. Мы считаем, что CRM становится основным фактором, который агрегирует информацию из различных источников. Постоянно мы слышим потребности от компаний, чтобы агрегировать информацию в какое-то место, где можно быстро ее вызвать, понять, насколько данные контакта или компания являются актуальными, интересными для работы с ней и так далее. Часть интересных моментов мы уже покрываем, это такие, как телефония, интеграция с магазином, с 1С. Отчасть мы хотели бы добавить в новом релизе. Мы работаем над тем, чтобы объединить все источники внутри CRM, в том числе дать очень простой API, через который из своих внешних систем можно закидывать и обогащать информацию. Как сказал Юра, многие вещи уже сделаны. Большой задел по телефонии, по источникам данных, по записям разговоров. Мы активно работаем над интеграцией с интернет-магазинами. И у нас есть важный проект, мы надеемся, он получится, который позволит по Рестапе легко интегрироваться с любыми интернет-магазинами для того, чтобы данные могли попадать в CRM. Над этой частью мы работаем, надеемся, этот проект у нас получится. Нам очень важно подать в CRM канал оффлайновых продаж. Мы уже передаем данные в наш интернет-магазин и хотели бы, чтобы эта информация попадала в CRM, чтобы она обогащала ваши данные внутри CRM и давала возможность работать с вашими оффлайновыми клиниками. Прошла продажа, зафиксирована в 1С. В ваших распоряжениях может быть имя, фамилия, может быть номер телефона, может быть карточка клиента, иногда e-mail. Этих данных достаточно для того, чтобы обогатить CRM. Мы научимся получать эти данные и заполнять CRM таким образом, чтобы даже оффлайновые продажи по клиентам вы могли наблюдать непосредственно в CRM. У нас появился очень важный механизм. Это механизм возможности общения между порталами. Network 2.0. Мы будем видеть, что клиент, которому создается новая сделка или пытаются обратиться к клиенту, мы будем видеть, что есть у данного клиента портал и будем подсказывать, что вы можете прокоммуницировать с этим клиентом сразу же через чат, и мы можем сделать соединение с этим человеком в рамках его Bitrix24. Важный концепт, который мы бы хотели вам представить, мы пока ему дали название открытой линии. Скорее всего, он, наверное, останется с таким именем. Нам кажется, он очень хорошо объясняет, что мы задумали. Что такое открытые линии? На сегодняшний момент наметилась целая тенденция общения бизнеса с клиентами через мессенджеры разных вариантов. Через WhatsApp, через Telegram, через Viber, через Facebook, через ВКонтакте. И каждый из этих игроков в том или ином виде уже объявил стратегию на этот год по открытии API для бизнеса, для организации каналов коммуникации. И мы хотим в нашем мессенджере, в концепции открытых линий, можно будет создавать отдельные открытые линии, объединить все сообщения самых разных источников, которые бы поступали, попадали в мессенджер и могли организовываться внутри очереди. Через Network в том числе, либо через Web Messenger в онлайне. Одним словом, мы хотим в открытую линию объединить самые разные концепции разных типов коммуникаций и организовать их как очередь. Настройка очереди очень похожа на настройку очереди в рамках телефонии. Это такая же очередь из клиентов, из ваших сотрудников, которые могут отвечать на эти сообщения. Это такая же схема работы распределения по звонкам. Вы можете распределить на всех сотрудников, и кто-то возьмет это конкретное обращение. Это может быть первый конкретный сотрудник, второй и так далее. Как в телефонии, равномерно, одновременно всем или по очереди. Опять же, мы много искали концепцию. На самом деле, это не такая простая задача организовать общение, например, ста ваших сотрудников с каким-нибудь большим каналом, поступающим через WhatsApp. На одного человека даже маршрутизацию не организуешь. Всегда нужно организовывать очередь. И вот это вот решение с очередью, заимствованное в телефонии, так как оно у нас организовано, оказалось очень любопытной и очень понятной концепцией. Мы начали уже над ней работать. Как это будет выглядеть? Еще раз, либо через мессенджеры, либо через мессенджер в онлайне, который вы сможете поставить на свой сайт, сообщения будут поступать в наш мессенджер внутри Bitrix24. Опять же, в рамках очереди, ну, например, если бы мы с Юрой находились в этой очереди вдвоем и стояло по умолчанию, например, по очереди давать, вот если я оказался бы в первой очереди, я бы увидел это сообщение от пользователя, написанное, и так же, как с телефонным звонком, мог бы решить, мне ответить на это сообщение, пропустить, то есть вернуть обратно в очередь, ну, либо переадресовать, я знаю, кто должен отвечать на это сообщение. У нас там есть тайм-ауты, время, за которое вы должны ответить. Сейчас вот прям детально так не будем всю концепцию расписывать. Если вы готовы отвечать сами, ответили, и дальше начинаете коммуницировать с клиентом. Вы общаетесь внутри Bitrix24, у него сообщения появляются либо в вебе, либо в мессенджере, либо в ВКонтакте, там, где расположен пользователь, с которым вы работаете. Обязательно частые ответы, чтобы сэкономить, обязательно возможность из ваших же ответов наполнять новые ответы. Если все у нас получится, то, может быть, здесь появится аналогичный бот Марта. Возможно, у нее будет другое имя, которое вы сможете обучать типовым ответам для того, чтобы экономить, конечно, силы на возможных вариантах коммуникации, ответов при общении с клиентами. Ну и, конечно, очень важно получать информацию от ваших пользователей. Мы дадим возможность встраивать внутри вашего мессенджера веб-формы, которые будут спрашивать у клиента. Телефон, имейл или еще какую-то информацию дополнительную для автоматического заполнения ваших лидов, контактов, компаний. Потому что основная часть интегрировать это с CRM, чтобы так же диалог, как голосовой разговор, оказался записанным и приложился к этому контакту с CRM. Если вы получили хоть какую-то зацепку от этого клиента, чтобы вы могли решить, будет это перспективный лид, не лид, возможно, сразу могли создать на базе этого сделку. Концепция открытых линий нам кажется очень перспективной и очень понятной. Очень простой с точки зрения восприятия клиентами и с точки зрения организации коммуникации внутри компании. В рамках развития CRM мы хотим завершить блок e-mail и CRM, сделать его другим. Сегодня есть одно ограничение. По-моему, один e-mail мы даем на компанию. Но мы бы хотели изменить эту ситуацию. Кроме того, что вы сможете своим сотрудникам выдавать e-mail и использовать в рамках CRM, все письма сотрудник будет продолжать работать в привычной для него среде, он будет привычно использовать свой стандартный клиент. Мы всю информацию по общению будем автоматически раскладывать по вашим контактам, компаниям. Если это новое письмо или новое обращение, будет автоматически создаваться лид. Вы сможете фильтровать ненужные сообщения, которые не нужны, чтобы создавались, если это личная переписка, и использовать какой-то модель такой же очереди, как вы будете ее использовать в мессенджере. В обычном сценарии, да, действительно, любой сотрудник, который пользуется CRM, говорит, хочу использовать свой электронный ящик, вводит данные для почтового ящика, и этого достаточно, чтобы подключить автоматику. Ему не нужно переходить и работать внутри веб-интерфейсов. Он будет пользоваться тем же клиентом, которым пользовался, на Маке, Outlook, чем бы то ни было еще. Bitrix24 сам будет проверять папку имап входящих, исходящих, сам правильно размещать эти данные, и каждый контакт можно сделать для любого сотрудника. Ну и действительно, мы думаем, на тему у нас есть прямо запросы на создание очереди для групповых ящиков. То есть, есть, например, инфо, домен компании, и необходимо организовать очередь по обработке этих сообщений. Тоже должны быть ответственные, должно быть время реакции и так далее. Но очень важное направление, оно активно сейчас находится в работе. Еще одна важная часть по развитию CRM это веб-формы. Мы работаем над тем, чтобы сделать простой визуальный редактор, в котором вы сможете создать форму, простую или сложную, с условиями. Мы будем стараться сделать не только простые веб-формы, мы хотим сделать веб-формы с условиями, чтобы вы могли выбирать какие-то значения, подставлять какие-то значения вашим клиентам. Но самым важным, что мы считаем необходимо сделать в веб-форме, это возможность после регистрации и передачи данных в рамках CRM сделать возможность оплатить какую-то заявку или какое-то обращение. Сейчас мы туда перейдем, но важно сказать, что с одной стороны вы эту форму просто создаете, она будет автоматически попадать либо в лимит, либо в сделку, в зависимости от того, как вы выберете. Если полей нет, они будут автоматически заводиться. Ну и что очень важно, собственно, как навгонять трафик туда, как на нее ссылаться. Будет два механизма. Во-первых, у вас будет публичная ссылка, на которую вы можете всегда ссылаться, где будет расположена эта форма непосредственно в Bitrix24. Либо вы можете получить JavaScript, который вы сможете поставить в любой сайт, в общем, с HTML, который выведет эту форму и обеспечит весь функционал, который необходим. А вот оплата, это уже следующий этап. Да, действительно. Ну, например, выбрали форму, указали по несколько параметров, сказали, хочу оплатить не на один, а на два дня. Система рассчитала вам счет, занесла его в сделку, вы сделку подтвердили, и клиенту автоматически ушло письмо на оплату. То есть счет на оплату. Вы сможете выбрать, каким способом будет происходить оплата. По умолчанию мы подключим Яндекс, кассу, подключим некоторые системы иностранные, это PayPal, Google Wallet, подключим Screen и Национальный банк Украины. На самом деле мы стараемся подключить все, что позволит оплачивать, выполнять платежи в онлайне, и оплата, и автоматическое указание в сделке, что сделка оплачена. И это стыкуется вместе с веб-формой, счет на оплату и все данные, которые расположены в CRM. Но есть и другой способ, когда клиент предпочитает делать оплату в рамках своего банк-клиента. Мы будем интегрироваться с банк-клиентами соответствующих банков и передавать ваш счет в банк-клиент данного банка. Соответственно, клиенту достаточно будет войти и подтвердить, что этот счет он готов оплачивать. Мы получим статус оплаты данного счета и, соответственно, его отметим в рамках CRM. И автоматически сможем его загрузить непосредственно в CRM. Собрав вот такой вот мультиканальный портрет клиента, конечно, мы бы хотели его и сформировать для того, чтобы можно было посмотреть на клиента в отдельности либо на всю компанию в отдельности и понять, как вы с ней общаетесь, как вы общаетесь с этим клиентом. Часто нужно принять решение по клиенту, насколько он создает коммуникационную нагрузку и мы будем ее показывать в рамках данной карточки. Можно понять, насколько клиент приносит вам прибыльность и вообще прибыльный ли этот клиент, чтобы сделать ему какие-то преференции в рамках скидок. Мы будем показывать конверсию и ЛТВ данного клиента. Ну и, конечно, показывать все способы коммуникации, с которыми вы с ними общаетесь. С электронной почтой, с e-mail, он приходил к вам в офис физически и так далее. Задача сформировать вот этот канал таким образом, чтобы увидеть все, что возможно по клиенту. Мы работаем над этим обновлением, оно будет достаточно большим и, судя по текущим нашим планам и по производительности, этим летом мы сможем вам представить такое большое обновление по CRM. Это не единственное, что будет в этом релизе, но еще раз подчеркну, что мы хотели немного показать вам горизонт того, над чем мы работаем сейчас по CRM и что мы хотели бы вам представить в ближайшее время. в ближайшее время. Продолжение следует...